На новогодних каникулах в поселке Новодражино произошел разрыв на линии теплоснабжения, который мог привести к потере тепла в жилых домах. А учитывая погодные условия, когда перед Рождеством температура воздуха упала ниже 20 градусов, последствия аварии могли стать катастрофическими. Но благодаря своевременным и слаженным действиям властей, место прорыва трубы удалось обнаружить и за несколько часов устранить разрыв. К восьми часам вечера отопление полностью было восстановлено. Все бы хорошо, но такая же ситуация сложилась и в Дрожжино-2, где теплотрасса была проложена всего два года назад. Запланированы работы с восьми утра до восьми вечера. Люди все предупреждены, организованы пункты обогрева, все службы дежурные находятся на месте. Работу начали по графику, раскопали место предполагаемого порыва, откуда вода выходила из-под земли. Сейчас оно визуально уже видно, обнаружено. Но в связи с тем, что идет поступление воды и обвал грунта, сейчас необходимо выяснить конкретно место, где эта протечка происходит, то есть дырку в трубе. И как только место обнаружат, на несколько часов отопление в шести домах по улице Южная и в одном детском саду перекроют. Но теплоносители с труб внутри дома сливать не будут, поэтому температура в квартирах не должна опуститься ниже 17 градусов. Но чтобы жители не испытывали дискомфорта, организовано два пункта обогрева – в управляющей компании и в школе. Там люди смогут согреться, поесть и выпить чая. Ориентировочно 5-6 часов. Мы должны устранить аварию, ну и еще пару часов запитать магистраль, потому что здесь большой диаметр, диаметр 500 магистралей, которая пойдет и на перспективу. Ну где-то еще плюс 2 часа, 5-6 часов на устранение и 2 часа. Ну вот мы максимальный, как мы брали максимальный срок в 20.00, к этому времени, надеюсь, мы все устраним. Несмотря на то, что работы по устранению аварии выполняет компания-эксплуататор теплосети, все расходы должна возместить организация, которая укладывала эти линии, потому что гарантийный срок еще не истек. После завершения ремонта прилегающая территория будет приведена в порядок, а газон восстановлен. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.